Необходимо законодательно закрепить статус молодого ученого. Об этом заявили члены Совета молодых ученых Национальной Академии Наук. Вопрос обсуждали на первом рабочем заседании. С какими препонами сталкиваются отечественные умы? Как вывести проект на коммерческие рельсы? Об этом и не только. С нами поделится Айсауля Пайкасина. Семь лет на исследовании, более трех – на коммерциализацию проекта. Столько времени ушло на то, чтобы воплотить идею в реальность. Ученый Самат Кожахметов с коллегами разработали БАД-продукт, изготовленный на основе сухого кобылевого молока. Он улучшает состояние микрофлоры кишечника, как детей, так и взрослых. Начиная с 2017 года мы начали реализовывать проект через фонд науки. Это государственная поддержка. Проект был выигран на конкурсной основе. И реализация проекта длилась три года. И на сегодняшний день продукт вышел на рынок и имеется в свободном доступе в аптеках. Спикер признался, реализовать это удалось с помощью государственных и частных инвестиций. В планах – поставлять продукт и в другие страны. Как ответили на запросы Томикен в бизнес в профильном ведомстве, за последние несколько лет фонд науки провел только пять конкурсов. Было подано свыше 1740 заявок. Поддержку получили менее 300. Особенно приветствуется идея в сферах АПК, здравоохранения и химической промышленности. До 2019 года конкурсы среди ученых проводили раз в три года. Позже – чаще, заявил депутат Асхат Аймагамбетов. А это значит – больше шансов выиграть грант. Финансирование хоть и выросло, но отечественная наука все еще сталкивается с препонами. Это бюджетные процедуры, госзакуп и бюрократия при получении грантов. Если говорить о зарубежных ученых, то когда они получают деньги на науку, они могут очень быстро закупить реактивы, прекурсоры, какое-то оборудование. Но наши ученые не могут, потому что закон о госзакупках объявит конкурс, непонятно кто выиграет, целый год потом судится. Год закончился, понятно, уже другой ученый с другой стороны уже это разработал. И уже это не идея неактуально, не исследование неактуально. Поэтому процедуру госзакупок для науки нужно менять кардинально, заверяет Амагомбетов. С ним согласен и ведущий ученый до Сарбасов. Со своей стороны он также добавил – увеличение финансирования в науку не самое главное. Я понимаю, что мы хотим улучшить льготные условия для молодых ученых. Например, в данном случае сказали даже насчет земли, давать землю бесплатно. Но это вы понимаете, а вдруг он уедет через год-два в другой город. Просто надо, я считаю, увеличить заработные платы всем, кто работает в научной деятельности. Даже не только кто пьезди, даже лаборантами. Сейчас в парламенте рассматривают три законопроекта, которые затрагивают науку. Для ученых предлагают ввести льготные условия получения жилья, дополнительные надбавки за ученые звания, оплачиваемый творческий отпуск, налоговый вычет до 150% и другие меры. Все это позволит вывести отечественную науку на качественно новый уровень, уверены эксперты.